Так, Сергей, боюсь, вас футболки в Кремль не пустят. Днем радио пишет Максим из Екатеринбурга. Максим, Максим, я купил вчера костюм. Короче, с этой самой инаугурацией всегда такая произошла. Я поехал к своему другу Аллану Калисону в Wall Street Journal, с которым мы подружились в 2004 году. Мы когда-то с Алланом Калисоном были на дне рождения Лимонова у него в квартире. Там тусили. Класс, я тоже была, кстати. Ну, не тогда, но не тогда. После освобождения. Ну, не тогда. Я еще не помню. В общем, мы тусили у Лимонова, у Лимоныча на дне рождения. И я там его заприметил, Аллана. А то ли после этого, то ли до этого мы с ним еще и колесили по Украине. Мы там из Бузинесов на Украине вытрясли Вьяно. Вьяно, Мерседес Вьяно, автобус. Из Бузинесов, из местного бизнеса. И значит, что она была в Харьков, еще куда-то сейчас забыл. Я, а, а, это я вытряс. Я такой пробивной чувак. А значит, Аллан просто тусил рядом. Я говорю, Аллан, хочешь в Харьков? Он говорит, фигня вопрос, говорит. И с какой-то девушкой, сказавшейся переводчицей, значит, он раз такой. Засел к вам вопрос. Очень зря, что я русский знаю. Очень зря. Потому что я мог бы всюду с переводчицей ездить, если бы я не знал бы русского. Конечно. Это так выгодно и так классно. Но вы же в Украине могли взять украинскую переводчицей. Как я не подумал. Как я не подумал. Да, 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 да. Ты серьезно? Слушай. И Аллан мне говорит, ты идешь на анаугурацию, я тебе дам фраг. У меня фраг, который в Штатах стоит две тысячи. Но очень дорогой. Очень дорогой. Да. Вот. Это значит, что у нас шесть, да, понятно. Да у нас нет. Если там две, да, правильно, у нас шесть. Но я жил. Я типа, слышишь, поехал к нему. Мы прикидывали так и эдак, рукава коротки, потому что у меня руки как у Гамадрила. У меня руки как у Гиббона, как у Руангутана. Ничего не вышло. Я тогда, ну, никак, потому что руки торчат по локоть почти что. Слышишь, правда? Так. Ну вот. Короче говоря, значит, рубашка тоже не застегивается. Но это ладно, можно бабочкой закрыть, не важно. Я поехал, да, я позвонил своему другу Емеле. Емеле такой друг у меня есть. Вот. Инкорпорированный в старую еврейскую московскую мафию. То есть, а ты знаешь, что она называется? Каким именем? Нет, ничего не знаю. Почему имя? Это его настоящее имя. Емеля настоящее имя. А что, это не еврейское имя? Не знаю. По-моему, еврейское имя. Нет, я думаю, что как раз одно из редких уцелевших славянских именов. Нет. Славянские имена все слава. Вячеслав, Борислав, Тротослав. Любомир и всякие имена. Да, ну и все, больше ничего нет. А славян нет имен. Как ты не понимаешь? Емеля. Нет, подождите, почему имена... Ну все, не приставай к Емеле. Что за антисемитская выходка? Емеля позвонил другому человеку. Емеля позвонил другому человеку. Емеля вообще великий чувак и так далее. Значит, Емеля позвонил какому-то великому чуваку на Малой Бронной. И я поехал... Абсолютно. Ну вот. И там, значит, вся гнездится еврейская партняжная мафия. И они таскают что-то из Италии, но тут же с мыльцем тебя, с мыльцем, мыльцем как-то засовывают в пиджак. И тут же мыльцем помещают, помещают, помещают. За ночь перекраивают, переделывают. То есть офигенские. Реально офигенские. Понятно, да? Да, да. Вот. А они, значит, вокруг меня бегали-бегали. Потом сказали, что сделали мне кощунственную скидку. Кощунственную скидку сделали. И выставили мне такой счет, от которого остатки моих неседых волос сделали с седыми. Ну, я сделался с седым. Ты видишь, я седой? Да, и все это да. Это от партняжек, от Емелиных. Ну вот. И, короче говоря, я могу все это свободно говорить, потому что они просыпаются ближе к 12. Они меня сейчас не слышат. И, короче говоря, у меня какой-то Кастальоне, Кастаньоне, какой-то итальянский сейчас костюм есть. Вот. Туфли я беру старые от инаугурации Ющенко. Я купил эти туфли на инаугурацию. А вы в них пойдете, вот, которые я сейчас... Да, а какие у меня других нет. Слышишь, я что... Нет, правда, других нет. Реально нет. Реально других нет. Я их потру так об штанины. Ну а что, на каждую инаугурацию, что ли, новые туфли, что ли? Туфли, 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 туфли. Обуви не напасешься, если на каждую инаугурацию покупать туфли. Я иду в ботинках, это инаугурация Ющенко. Они немножко теплые, потому что Ющенко инаугурировался в январе. Поэтому, ну фигня, вопрос, выдержим. Ну ладно, денек раз в шесть лет попотеть. Конечно, конечно, неправильно. Иногда я буду снимать туфли и снимать носки, чтобы... Вы делаете это под столом? Снимать носки, туфли и носками протирать между пальцами ног. Знаешь, так делать... Носки буду делать так, как полотенечко. И между пальцами ног натирать себя, ну протирать. Понимаешь, чтобы не потирать. Можно еще носочки повесить на спинку. Ну вот, но я смущен тем, что нас позвали не двух-трех человек на инаугурацию. Я рассчитывал на более изысканное общество. А вот в какую компанию хотели попасть? Ну я думал, что нас будет, ну хорошо, на 20-30, только свои. Только свои. А, оказывается, зовут свыше двух тысяч. То есть я буду среди невероятного сброда. Ну там общественная палата. Ну невероятный сброд. Как я поняла. Невероятный сброд. Ну вот вас подумайте. В столь дурном обществе я давненько не вращался, я бы сказал. А может там все будет как на подборке? Нет, я абсолютно был убежден, что Путин позовет человек 20. Лучше и лучше. И среди них меня. Страна-то вон какая большая. Да, нет. Да. Ну только для своих должно быть. Там все губернаторы приедут. Вы посчитаете, сколько крупных городов. Какой кошмар. Ладно, 8.53. Погнали дальше. Наконец мне нашла Настя. Кто там будет на инаугурации? Я все больше и больше в сомнениях. Члены правительства Российской Федерации. Вы знаете, половина этих людей... Никто не знает. ...в высшей степени сомнительные люди. А другую половину вообще никто не знает. То есть знают людей с подозрительной репутацией. Конечно. А остальную... А другую половину никто не знает и знать не желает. Депутаты Госдумы. Это что-то порочащее. Члены Совета Федерации. Это хостпис. Да. Судьи Конституционного суда. Я надеялся, что мы от них избавились. Они, что они в Питере. Представители других федеральных органов государственной власти. Это жесть. Значит, до Жекова докатится. Также доверенные лица представителей избирательного штаба Путина. А, ну там вот, например... Говорухин. Говорухин будет. И вот здесь первый ряд. Морш, Морш, да. Морш, Говорухин и Якубович. Якубович. Он тоже доверенный лиц. Он же доверенный. Якубовичу Моржом. Нет, и Говорухин, Морш. То есть будет партия Моржей. Якубович, Говорухин. Другие кандидаты, участвующие в президентских выборах. А, смотри-ка. Подождите, это кто? Магданов? Магданов, значит, будет Прохоров. 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 Глава дипломатических миссий. Представители духовенства. О, без попиков нельзя. Деятели науки. Пожалуйста. Конечно, Петрик. Ну, мне кажется, последний. А культура и искусство? Культура и искусство. У нас таковых нет, кроме нет. Пусть Райд и Никита Михалков. Всего двое. Две организации. Другие общественные деятели. Это я, видать. Церемония начнется... А? А вас... Ну, то есть вы все вместе будете? Они устыдились. Перенешают вас всех? Не знаю. Не знаю. Мне кажется, нас загонят... Нас загонят куда-нибудь в загон для прессы. Специальный скотоприемник для прессы. Церемония начнется с прощания действующего... Боже, что такое отпевать? Дмитрия Медведева отпевать. О, нет. О, нет. Церемония начнется с прощания действующего президента. Мамочка, молотите. Причем, знаете, с кем? Не с вами, не с нами. Молотите президентского полка. А с президентским полком? На Соборной площади. Принесение президентской присяги пройдет в Андреевском зал. Андреевский зал довольно маленький. Я бы не решил со всех... Андреевский зал — это закут между Владимирским и Георгиевским. Андреевский зал — это закут такой. Это, ну, совсем закут. Ты из Андреевского переходишь во Владимирский, который тоже закут. О, черт, правда, пора, 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 спорт, спорт, пошли.